Алло, слышно? Да, сейчас слышно, давайте. Ах, да слава Богу. Но я говорю, у меня маленькая только дома, все остальные в школе. И как бы если у вас будет время поговорить сейчас, спокойнее немножко дома. Так, подождите, Маленька, у меня тут видео не видно. Что там у нас тут, почему так? Мы это смотрим дальше? Ну, чуть иной, конечно. Сейчас там дядя подскажет тебе. Смотри, Маша. Смотри, деда, баба. Сколько? Это. Это Маша. Это. 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 Мишка. 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 Офы. Что-то не пойму, у меня что-то там не ладится. Но я вас слышу хорошо. Ну, ладно, говорю. Я хотела сказать, что я была в церкви, в храме, в воскресенье с соседкой. Вот. Было хорошо, очень понравилось, богодухновенно. И как-то так все, как в Старом Завете, вот мне напомнило, что все как-то не сравнишь с баптистской, как бы, воскресным проведением. Очень вот так мне понравилось. Но я не поговорила с батюшкой, потому что мы спешили. Вот. И я там купила книжки. Но я златоуса там не нашла. И они сказали, что, мне кажется, даже не могут заказать они. Ну, вот. Поэтому я купила две книжки. Я могу сейчас показать. Сейчас, секундочку. Посиди чуть-чуть. Вот я купила Сигумен Сава. Она называется... Владисия на покаяние. Да. Хорошая эта книга. Она очень хорошая. Я читаю уже, мне очень нравится. И вот так выглядит церковь в Штутгарте. И вот в старом виде. Но она практически не изменилась. Хорошо. Вот там батюшка... Сейчас, подожди, Викушка, подожди. Там вот батюшка... Они нарисованы. Ой, фотографии. Вот этот батюшка вот службу проводил. У него восемь детей. Его зовут Пресвит Иерей Александр Бошман. А Клир у них Агапин Горачик. Да. Вот. Понятно. Ну, я позвоню. Может быть, кто-то, с кем-то я там из них... Ну, не сразу. Не сразу. Потом познакомитесь. Да, я... Я молитослов у меня есть. Только там мне немножко непонятно, почему там можно молиться святым. Там, например, святая какая-то. И там молиться для нее, как бы, ну, просьбы о чем-то. А в Писании не написано, что чего мы не попросим, чтобы просили у Господа Иисуса Христа. Подожди. И я, как бы, вот немножко запутываюсь. Вика, если ты будешь плохая, мама тебя поставит в угол. Хорошо? Нет? Тихо. А ты принеси ручку. Иди, принеси ручку и нарисуй. Иди порисуй, да. Хорошо? Хочешь в угол пойти? Нет? Тогда сиди красиво. Хорошо? Я извиняюсь. Она смотрела мультики и теперь немножко это... Как вы думаете, Игнатий, вот... Почему вот эти молитвы к иконам, вот этих, к иконам вот этих святых, ну, святых всех, мы должны молиться и просить их о чем-нибудь? Нужно ли это? Вопрос, можно или нужно? То есть, можно. А нужно или нет, вы сами решите. Но отрицать этого никак нельзя. Потому что у Бога все живы. У Бога все живы. И мы видим в речи, богач разговаривает с Авраамом. И мало того, они святые знают, что на земле делается. Это откровение, 6 глава, 9 стих. И увидел я под жертвенником души, убиенных. Не убитых нашел, а души, которые принадлежали убиенным. Вы себе запишите. Откровение 6, 9. Да, я запишу сейчас. Я только ей дам рисовать. Вот она, чтобы рисовала. Иди сюда, иди сюда вот. Мы с дядей поговорим, а потом ты мультики посмотришь. Хорошо? Я... Вот так, красиво только. Давай красиво. Ай! Вот так. Я тут по хозяйству пока не приду. У нее книгу не попортит. Ей может бумаги дать чистой? Да-да, я ей дала. Тут вот какое дело. Если мы верим, что у человека есть душа, дальше все становится на месте. Если есть душа, то спрашивается, а она где находится? Разумная или неразумная? И вот мы, когда начинаем считать Священное Писание, мы вдруг открываем целую область, которую протестанты не знают. У них все. Бог, и на этом все. Кланяться никому нельзя. Но если нельзя, значит нельзя. А как же сыны пророческие поклонились Елисею, на котором дух Ильи был вдвойне. И он это не запретил? В другом месте написано, пришла мать Соломона, Версавия поклонилась Ему до земли. Третья книга Сарс. Он это принял? И это мы видим по отношению к ангелам. Маной поклонился ангелу. Если нельзя, то никто не примет. Нельзя, когда считают человека за Бога. Как Петра в доме Корнилия. Он принял его за Бога. Это легко видно из слов. Говорит, я тоже человек. Но еще не видно, что борода, глаза. Они его приняли за Бога. Язычники легко боготворили людей. И написано, говорит, они Павла провозгласили там Ермием, а Варнаут Зевсом. Там вот и все. И стали жертву приносить. И Павел бросился в толпу. И на острове Мелит так же они его обоготворили. Такое поклонение, а Бог знает внутреннее, и человеку дал знание. Знает внутреннее. Вот Анания сапиры обманули, а Петр узнал. Ему никто не говорил про это. А он допрашивает, их узнает. И тут же расчет. Обоих выносят мертвыми. Скажешь, это при жизни. Но они после смерти влияют на жизнь людей. Притом, это не одно местописание говорится. Говорится о том, что Самуил является при последнем дне Саула. Когда Эндорская ведьма там колдовала, а он вышел. Вышел и говорит, зачем ты беспокоишь меня? Завтра ты и сыновья твои будете со мною. На это говорят, так это ведьма, поэтому это сатана явился. Нет, там прямая речь есть, в которой слова автора. Да, да, да. Допустим, и он сказал. Он, он, то есть кто, и Моисей сказал. Это Моисей. А правильно или неправильно, это вопрос другой. Здесь написано, и сказал Самуил. Самуил сказал. Самуил, который умер уже давно. И он знает то, что здесь получается. С ним разговаривают, его просят. Понятно, что он его вызывал оттуда. И поэтому обращение к умершим, то есть тем, которые святые, оно стоит на своем месте. Вот, допустим, человек уехал далеко. Вот я знаком с вами, вы в Германии. Я говорю, помолись за меня, Наташа, помолись. У меня тяжелое сегодня положение. Ты же меня слышишь? А у тебя знакомые где-то находятся в Австралии. То есть расстояние не имеет значения. А если этот человек на Луну залетел, он и там молится, молитву хоть где достает. А этот ушел в другой мир. Если в этой юдоле печали к нему обращались, и молитва его была слышима, то когда он нашел, душа живая, как он может за нас не беспокоиться? Петр говорит, что по моему отшествию я напоминал вам словами. Он не оставляет человека, как любви. Для любви преград-то нету никаких. Мы читаем об этом не один раз. Мы читаем об этом во втором послании, это первом послании Коринфян 12 глава. Приступили к духам праведников. Приступили. А впереди говорится к ходатаю Нового Завета. Я говорю, а как вы приступили, баптисты? Ну, мы молимся. А дальше приступили к ангелам. Как? Молчат. Ну, молитвы уже сами ответили. Молитва. Я прошу ангела Христов, моли Бога обо мне грешним. Теперь к святым. Я прошу, Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога Наша, помолись обо мне, потому что мне трудно. Она уже свободная от земного тяготения, потому что мы на земле обуреваемые страстями, бывают невзгодами, трудностями. И молитва наша затуманена. Молимся, стоим, а мысли где-то блуждают. А они там освобождены от всего. И поэтому молитва к ним, она прямо вытекает из Священного Писания. В этом ничего нет. Ну, а если ты не будешь молиться, греха никакого нет, только ничего против не говори. Отрицать нельзя. Скажи, ну, я как-то, у меня сердце не лежит, веры нет. Проси, придет вера, будешь молиться. Да, да, да. Поэтому не насилуй себя. Не хочешь молиться, не молись. Но не отрицай этого. Они живы у Бога. И поговори об этом со священником. Вот. И посмотри на... И мы не иконом молимся, а, говорится, первообразу, кто на ней изображен-то. Вот. Мать получает фотографию от сына, а сын где-то раненый лежит там в Чечне или где. Она наконец-то получила известие. Она поцеловала фотографию, прижала к себе. Ну что, она ей дала поклониться, что ли? Она не фотокарточку целует, она к сыну переносит. Но мы же это понимаем. Вот ребенку покажи фотографию, папы дома нету. Она увидела, папа, но она же, понятно, что бумага, это бумага. Или даже в интернете, там все виртуальное. И она тут же крикнет, я братика увидела. Хотя она не увидела, там ничего нет, братика-то. Это фотография. И так что, здесь все стоит на месте. Но когда вот это затемняет Христа и непрерывно только святым, и к Нему обращаются, а Христа не знают, это уже перекос. Это неправильно. Поэтому, если твое сердце не лежит, ну и не молись, ничего против не говори. Придет время, будешь молиться. Потому что нам нужна помощь. Да, да. Я сегодня читала Третье Царство, как строился храм, как Саул, да? Соломонов. Соломон, да. И там тоже стоит очень много и часто херувимов, как он цветы делал из дерева и все золото покрывал. Но тогда, конечно, не было святым, ну вот, новой церкви не было. А почему? Почему не было-то? Херувимы были, потому что по образу небесного. А люди-то до Христа, они шли в преисподние места. И поэтому храм-то по образу небесного, не преисподнего. А когда Господь воскрес, то и люди, и разбойник уже на небе. И теперь, раз они на небе, у нас по небесному икону, изображения святые. Вот так. Потому что, тогда люди шли в другое место, не на небо. А сейчас люди проходят мытарство и на небо. А, да-да-да-да. Да-да, правильно. У меня очень хорошая семья, которую я вам уже писала, у них 10 детей, но они, как они пришли к Богу, тоже у них история. И так как я всегда в поисках, ну вот всегда хочу вот к истине, потому что я была у баптистов около трех лет, и там я тоже, какой-то вакуум получается. Я там тоже ходила, и, ну, духа попечителя там нету, кому прийти, там всем немножко там дело до тебя, а потом все равно не очень. И я начала опять искать что-то не то. Вот. И я сказала, что я поеду в православную церковь, и они говорят, зачем ты, что еще не убедила, что это плохое. Но я молю Бога, чтобы он дал мне терпение и дал им тоже понимание, чтобы они сами искали, как оно. Но навряд ли они примут это легко. Ну, это понятно. Смотри, Мартин Лютер, 1517 год. До Лютера церковь была, а кто так верил, как они, никого не было. Баптисты в 1639 году. Ну и где? Это не церковь. Ты не убедилась, куда ты пошла. Я скажу, в церковь Христову пошла, а вы-то откуда появились? 200 лет назад возникли, и что, это новая церковь Бог образовал? Потому что у них нет священцев, это как раз показательный один момент сектанства. От церкви отошли. Они, знаете, еще как мне говорят? Они говорят, вот Павел, когда был там в церкви и сказал им, что раз, ну, почему вы Павловы, потом там этого, этого, вы как распинаете Христа. И они говорят, сейчас не имеет значения, кому ты идешь. Ты, главное, поклоняйся Богу в духе, и истине, и это хватает. Они не говорят, что мы должны делить, это плохо, это не нравится Господу, мы не должны говорить, что мы православные, а вы там католики. Так вы-то кто появились-то? Ну, ладно, баптисты в 1639 году, но в 38-м-то их не было. Один, Джон Смит, залез в воду, на себя руки положил, я пресс-митер. Еще, не надо делить, а сами разделили, сами отрезались от церкви. Ну, да вас-то, кто так верит? Она скажет, мы так от апостольских времен. Они говорят, ну, скажи в 13-м веке, кто так верил? Пошли бели так, написано, стояли там, сидели в иудеях, сидели, у христиан стояли. У христиан стояли? Да, да, да. И вот Захария, говорит, когда даже зашел, ему явление было, Господь ему сказал будет, и он видел, народ стоял, ожидал его. Эти люди, которые на вас нападают, они ничего не знают. Вы не в церкви, самое главное это. В церкви таинство, литургия, тело и кровь, у вас-то нету. Они говорят, это воспоминания жертвы. А раз нету, значит и жизни нету. Это самообман. Без литургии-то нет жизни. Литургия тут, главное это литургия. Это когда руками священника, он молится, еще и с благодать, которую Бог дает священству, апостольскому, хлеб превращается в тело. Это дает нам жизнь, правильное разумение. Они, да это не надо, где двое или трое. Ну, а почему тогда двести седьмого дня появились после вас? У вас уже икон у баптистов не было, а он-то от баптистов отошел. А теперь от них-то еще и еще и еще отходят. Вот там икон не было, никому не молились святым, а дробление-то продолжается. Дробление-то в головах у людей. Вот где. К сожалению, конечно. Вот это мне тоже насторожило, насторожило всегда. Ну, начало задумываться, что что-то не так. Спасибо большое. Так вроде бы могу поехать. Так вот что, Наташа, хорошо помни это. Ты была там, и там ты узнала про Библию. Ты это держи в память и будь благодарна Богу. К этим людям относись по-хорошему. Где что сказать, познакомиться с священником, а не так, что там было все плохо. Они любят Библию. Они и не понимают, но они Библию любят. Они не знают, но они правильно поверили, что Христос умер за них. Ты это там получила. Ты это храни и благодари Бога. Не будь неблагодарной. А этим людям ты возвести от церкви. Они не в церкви, у них священства нету. И вот это чувство благодарности у тебя будет выражаться в том, что ты желаешь им спасения. А не та, что там была пила и плевать теперь туда. Нет. Ты скорби о них. Они хорошие люди, хорошие не пьяницы, но они не в церкви. Я чего хочу-то, чтобы они спаслись? Мне-то разницы нет, где они в Германии будут. Да, да, Игнатий, вы правы, очень правы. Я знаю, что они действительно любят Христа, но они его тоже так, как будто без отца, ну как без какого-то пастыря, действительно. Вот видите, как? Они очень страдают. Я знаю, я уже увидела внутри, и как люди уходят, или просто ходят в церковь, потому что некуда в другое место. Вот так. Но у меня муж... Вы наши ролики-то смотрите? Как? Ролики наши смотрите на Ютубе? Да, да, да. Я смотрю. Вы не против, что я выставляю? Вот этот ролик выставлю. Беседу. Нет, я не против. Я сегодня поставлю, а вы завтра уже увидите. Еще раз прослушайте, и вам это будет урок как бы живой. Ага, хорошо, хорошо. Ну, у меня немножко муж против, но я надеюсь тоже, что он согласится. Я ему говорю, поехали вместе со мной в храм, и ты задашь вопросы. Конечно. И ответите, батюшка, по иконам, по всем. Ну, он очень немножко негативно, но я надеюсь, тоже надеюсь, молюсь. Надежда не постыжает. Можно молиться, а уж не обратиться, откуда женаться, не спасешь ли мужа. То есть в обязанность не поставлена, но и в неопределенность не дает тебе опустить руки, а может быть обратиться. Да. Так Златокс объясняет. Я, например, еще нашла православие о протестантах. Тоже там в интернете и очень хорошо там тоже есть статьи, объясняют, например, как протестанты перешли в православие. Очень много примеров и хороших. Тоже мне помогло хорошо. Вот. Я так вчера читала. Так что я больше убеждаюсь, что действительно есть поиски в протестантской стороне и находят... Благодарю Бога. Это от Бога. Если человек как-то в глухоте находится, он не слышит слова Божие. Христос придет за церковью. Очень просто. Он ее основал. Он. Не через тысячу лет-то. Он говорит, во все дни до скончания века церковью. Если его с этой церковью нету, то его нигде и не было. Тогда это был не Христос. Понимаете, за этим богохульство идет. Что? До баптистов Христа не было на земле? И что? Никто не верил? Но как они-то верят, так никто не верит. Ведь они все, все по боку. Священства не надо, литургии не надо, и поэтому две двое, двое или трое, не двое или трое, а собраны во имя его, то есть точно по Евангелию, где есть епископат от апостольских времен. В этом вся суть. Да, мне нравилось в храме, как молятся все одинаково, ну как едино, и очень вот одни молитвы, и батюшка тоже говорит, простите меня, вот он тоже говорит, мир вам, и мир душе моей. Вот мне тоже очень понравилось, как они вместе молятся, и молитвы такие, очень чувственные, такие душевные. Вот, и я тоже обрадовалась, что я там побывала. Но я не могла причаститься, и не могла вечерю принять, да, вот таинство. Батушка мне сказала, надо готовиться, ну вот я не знаю. Готовьтесь, он сказал так, и не надо торопиться, надо быть готовым, исповедоваться, какая пятимия будет там, то есть, это все решает священник. Узнать, какое у тебя крещение было, нет, добиться, чтобы троекратное, полное погружение было. У нас из Германии приезжали, тут крестились. А можно еще раз креститься? Но если ты не в троекратное погружение, то у тебя крещения-то и не было никакого. Это было... А как троекратное у нас... Мы верим в Троицу, но Бог все равно един, и как это понять? Ну, три раза, три раза, вот так стоит прямо под воду, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Духа Святого, аминь. Три раза, в честь троекратное, означает воскресение, тридневное Христово воскресение. А зачем этому... Петру было три раза сосуд поднимался и опускался с разными животными? Деяние 10 глава. В доме Корнили... Корнили пришел когда к нему в доме Симона Кожевника. Зачем три раза сосуд поднимался? Не знаю, нет. Это объясняют так, что предсказано было тридневное Христово воскресение. Это объяснено. И поэтому церковь приняла креститься через троекратное полное погружение. А я слышала еврейский вариант. Они так не верят в троицу. Вот так вот, как мы верим. Они понимают троицу еще со Старого Завета, но как бы его так разделять, они не любят как бы это. А как это не любят? Когда в первом послании Иоанна написано и три свидетельствуют на небе. Три. Да, они это тоже понимают. Но они как-то говорят, что это все едино, и нельзя их... Три, 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 три. Ну три. Хоть сто раз едино говорю, но слово три-то остается. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. То есть и три суть едино. И поэтому во имя Отца и Сына, и Святого Духа. И это означает дополнительно отец и мать и дочь. Вот, к примеру, скажем, в семье. А, да. Вот не надо ничего. Допустим, они говорят, там даже яговисты, что Христос не Бог. А как же, говорит, зачнет Дева, примет Сын, Дух Святой, и родит Сына, и нарекут имя Эммануил, что означает с нами Бог. Само название, это его с нами Бог. Ему нарекут имя. Тут вообще толковать нечего. Вначале было Слово. Слово было у Бога. Это Слово у Бога. Было Бог. Вот и все. И Слово Бог. И Бог Отец. А когда хрещение принимал Христос, Христос, Сын Божий, погружался в воду, Дух Святой в виде голубя сошел, и с неба глаз отеческий был, и Дух в виде голубини. Да, да. Игнатий Николаевич, еще последний вопрос. Я тогда плохо расслышала, когда мы проводили последний разбор Слова, что означает рождение свыше. Вы там говорили, но я не могла хорошо слушать, там что-то связь плохая была. Вы могли бы еще раз объяснить мне рождение? Первое условие. Это для всех одинаковое при том. Человек должен признать, что он погиб. Да. Погиб окончательно. И что я буду говорить, Господи, прости, Бог ничего не может простить. Просто так. Потому что возмездие за грех смерть. Римлянам 6.23. Римлянам 6.23. Мы должны понять, что мы были обречены на вечное мучение. Ага, да, да. И за грех, за грех смерть. Смерть. Написано. Возмездие. Плата за грех смерть. И без пролития крови не бывает прощения грехов. И для этого безгрешный Сын Божий, второй этап, берет на себя грех мира. Это Евангелие от Иоанна 1.29. И вот это означает, что я доверился Ему войти в мою жизнь, как говорится, в сердце мое занять и выполнить то, что я хочу, чтобы Он меня усыновил и дал власть быть чадами Божьими. Дал власть. И вот это то, что я его принял, я поверил. Вот это вот второй этап. Вторая часть. И третья троекратное полное погружение. Кто не родится от воды и духа. Вот это искрещение свыше. Первая часть. Признать себя грешником. Вторая. Принять Христа спасителем. Это и у баптистов есть. А третьей части у них нет. Это благодать трех видов. Призывающая. Вера и отслышание. Благодать обращающая. То есть, Сын мой, отдай мне сердце твое. Придите ко мне, все труждающиеся обременно. И третья освящающая. У них этого нет. Она только в церкви. А у православных идут прищащаться, а первые дни прошли. Они не уверовали во Христа. Видишь? И там, и тут нужно работать. И тут работа непощадный край. Ой, даст Бог вам силы, здоровья. Может быть, еще не весь труд совершен. Я тоже надеюсь, тоже надеюсь, что у меня будет место в церкви, и я смогу тоже посодействовать во Царстве Божьем. Надеюсь. Вы теперь старайтесь, где были, туда не ходить. Никогда одной. Никогда. Потому что вы еще не твердо укрепились. Если священник пожелает пойти, с ним можешь пойти, а одна не ходи. Куда? Это нельзя. Просто опасно. Потому что они, видишь, они Писание это извращают. Они на тебя напали, а ты растерялась и не знаешь, чего ответить. Ой, наверное, неправильно. Они сразу иконы, это идолы. Тысячелетнее царство когда-то будет. То есть у них заблуждение стопроцентное. А не будет тысячелетнего царства? Оно идет с Голгофы. Оно идет. Потому что на Голгофе сатана был связан. А связан на тысячу лет. А где известно? Евреям 2.14. Как дети причастны плоти и крови, ты он воспринял оное, дабы смертью своей лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. Смертью смерть попрал. А он скован был на тысячу лет. Там же написано. А если на тысячу лет, то это означает, где он был связан. А как может кто расхитить вещи, если прежде не свяжет, Христос говорит. Христос сходил в преисподние места, а как бы он души вивелся и сатану не связал. Слово Божие так и говорит. Он его связал. И поэтому наступило время евангельской проповеди. Она закончится за три с половиной года до пришествия Христа. Восхищение церкви будет только в последний день. За этим уже ничего нету. Наступила вечность. А не так, что за тысячу лет. Это заблуждение страшное у людей. Они говорят, церковь будет взята, великую скорбь не попадет. А тогда зачем? Говорят, ради избранных дни те сократятся. Что тут не понимать-то? Дни те сократятся. И написано, плевелы и пшеница растить до жатвы будет. Жатва кончина века. А они пшеницу за тысячу лет раньше вырывают. Пшеница-то праведники. А Господь наоборот говорит. Сначала плевелы соберите. Наоборот, все вот так вот у них. Сначала плевелы. В вязанке и бросьте в огонь. А когда это будет? На страшном суде. За этим ничего не будет. Вот три с половиной года пришествия Антихриста это перед самой кончиной. И тут все воскресают. Праведники идут Господу. На облаках встреча будет. А грешники останутся, чтобы быть осужденными. Все на месте. К сожалению, да, заблуждений много. Это надо. Милость большая. Спасибо огромное. Богу. У нас на сайте там трехтомник у нас вышел. Полное толкование, откровение. Я на Златоусте не нашла, но на нашем сайте там 12 томов я насчитываю. Вы скачайте и можете слушать даже. Возиться с ребенком, готовить обед, чинить, стирать. А в это время у вас в уши входят знания. Да. Там житья святых 12 томов. Да, да. Я постараюсь. Да. Спасибо Господу. Всего хорошего. С Богом. С Богом. Слава Иисусу Христу. Слава Господу Иисусу. Аллилуйя. 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 Продолжение следует...